Отец наш Небесный, благодарим Тебя за это замечательное вступление, песнопение, дискуссию. Благодарим Тебя за это подключение, которое мы имеем. Мы благодарны Тебе за духовную атмосферу. Где бы мы ни находились, Ты вместе с нами, и Ты желаешь, чтобы Твой Сын возрастал в нас. Как об этом написано в Ефесянах 4 главе с 11 по 15 стихи. Славься Бог наш, благослови это слово, во имя Твою Иисус, мы молимся и просим. Аминь. В прошлый раз, когда я выступал, то мне понравилась эта форма изложения. Я думаю, что она намного упрощает восприятие слова и для слушающих. Здесь я предлагаю вам и названия, и пункты, а потом мы идем по ним. Хорошо? Договорились? Ну, очень хорошо. Итак, название слова «Ваша жизнь Христова важна». Пункты. Иисусу надлежало пройти через Самарию. Первый пункт. Ему надлежало. Второй пункт. Он должен был подарить источник жизни. Третье. Он открывает в человеке, уверовавшем, фонтан благодати. Четвертое. Четвертое. Он усиливает в воспринявшем человеке Иисуса Христа жажду. Жажду делиться словом. И пятое. Он ободряет нести Евангелие. Итак, ему надлежало, ему надлежало подарить источник, ему надлежало открыть фонтан благодати. Четвертое. Усилить жажду благовестия. И пятое. Проповедовать Евангелие. Когда сатана соблазнил Еву, то победа его была перед Иисусом в том, что рухнул его план, потому что Иисус святой, а Ева и Адам стали греховными, а они не совместили. Ничего нельзя сделать. Кроме того, они попали под его влияние Ефесянам 2 глава 1-2-3 стихи. Князь, господствующий в воздухе, он усиливает свое влияние на противников, сынов противления. Итак. Произошла победа. Эта победа продолжает происходить все время и среди христиан в том числе. Но это победа обмана. Потому что и обман заключается в следующем. Ты недостаточен. У тебя не получается. А если что-то и получалось теперь, у тебя не получится. Когда мы с вами открываем книгу Захарии, то мы видим этого лжепобедителя, который приводит на небесах к Иисусу, первосвященникам из Иерусалима. Что это за картина? Это картина реальности духовной. Это картина, которая описывается также и в Евангелии от Луки в 22 главе с 31 по 35 стихи. Когда Иисус говорит Петру, Петр, вот ко мне приходил дьявол и просил, чтобы сеять вас. Он настолько уверен, что у вас ничего нет. Известно ли это Иисусу? Ему известно, что он уже с Петром и с другими верующими. И ему только нужно передать воздействием духовным, чтобы они пользовались им. И вот в Захарии в 3 главе с 1 по 4 стихи, 1 и 2 стихи – это ужасное поражение Иисуса Великого Иерея или же первосвященника. И он склонил голову, вероятно. По правую сторону от него стоит сатана. И, наверное, указывает на грехи, которые совершил как он сам, этот Иисус Иерей, так и весь его народ. Помните, кто находился в престольном зале перед Богом без сатаны и смотрел на свою греховность, когда находился в присутствии Бога? Это был удивительнейший пророк Исаия, 6 глава книги Исаия. Когда он оказался, и Бог продемонстрировал перед ним свое присутствие серафимов, которые славят его с удовольствием, потому что постоянно Господь, когда мы в присутствии Бога, постоянно нас учит чему-то. Мы не занимаемся словословием человеческого понятия, возвышением какого-то человека, а мы занимаемся впитыванием того, что он нам дарует. И один из серафимов знал, как можно избавить Исаию от этой сатанинской причуды. И взял уголь с жертвенника всесожжения, демонстрирующего завершенную работу Иисуса Христа, которая произойдет через тысячу лет. И прикоснулся этим угольком к губам. А, вернее, это в Исаии было, да? А если мы посмотрим, да-да-да, в Исаии было, и сразу же Исаия стал говорить, я иду, я готов, ты все сделал для меня. А в книге Захарии что было? Сатана доволен тем, что он натворил в жизни и Израиля, и этого первосвященника. И он пытается сказать, и что, это твой избранный народ? Если вы посмотрите внимательно на четыре книги царств, то вы обнаружите такую интересную вещь. На английском языке и, по-моему, также и в иврите, в порядке исследования книг, первая-вторая книга царств, которая на русском языке называется, это первая-вторая Самуила. Это замечательный первосвященник, который был, но он умер-то в первой книге царства. А во второй книге царств почему? Да потому что Самуил был проводником присутствия Божьего в сердце Давида. Давид был тем царем, которого послушно помазал Самуил от Бога. Такого невзрачного, незначительного. Когда он помазывал от Бога Саула, тот был такой гигант на голову, выше всех. И Самуилу нравился выбор. А потом вдруг он видел, что нет, этот человек ничего духовного не воспринимает, хотя спасен. Мы с вами видим очень интересную картину. Первая книга царств – Самуил. Вторая книга царств – Давид. Первая и вторая – Давид. Третья – Соломон. Это пророки. А вот четвертая книга царств – слушайте внимательно. Когда там такая чехарда. И в Израильском царстве северном, и в Иудейском царстве южном идут обмены и так далее. Ну, в Иудейском еще более-менее, а в Северном царстве страшно. На эту книгу приходится высказывание всех великих пророков. Это Исайя, Иеремия, Иеремия, Иезекииль, Даниил – больших пророков. И десяти пророков малых. На отрезок 390 лет, по-моему, там. Насколько Бог любит Израиль, насколько Бог любит нас, что в самый сложный, очень такой тяжелый момент, период жизни в его народе, он давал столько много пророков. И все ободряли, ободряли, ободряли в Иисусе Христе. Два последних из двенадцати малых пророков – это Захария и Малахия. Захария говорит в 3 главе, транслируя то, что Господь Бог сообщает. Иисус Христос говорит своим служителям, ангелам, принесите сюда торжественные одежды. Кто так может сказать? Грешному Иисусу, первосвященнику и Еею, тебе торжественные одежды? Да. Израильскому народу? Да. Благодаря этой маленькой фразе, которая выражена одним словом в Евангелии от Иоанна, 19 главе, 30 стихе. И ее, кстати, упускают достаточно много людей. Но это провозглашение того, что было сказано Еве и Адаму косвенным образом при разговоре Иисуса со змеем, что Он одержит победу и будет принесена жертва человека. И Он, Слово, стало плотью, человеком, оставаясь Богом. И в 19 главе, 30 стихе Иоанна, Он, я так думаю, что спекшимися губами, Едва-едва, поворачивая языком внутри ротовой полости, Он хрипит и громогласно для нас заявляет, «Все! Совершилось! И оттуда, от этой завершенной работы, которая, по сравнению с тем, что пишет Захария, пройдет 600 лет, Он оттуда, из завершенной работы, выдает одежды торжественные великому Иерею. Нам! Потому что это Он совершает». Когда Он встречается с самарянкой в 4 главе Евангелия от Иоанна, и Ему надлежало через эту самарийскую область идти, чтобы встретиться с ней, «Это что же за выдающийся такой человек?» Точно так же, как и рыбаки не были выдающимися людьми. Самарянка была первая грешница в Сихарии. А этот Сихарий находился в 10 всего километрах от древней столицы северного государства Израилева. Все там были пьяницы, она была, ее считали, что она блудница. И Иисус, когда ей сказал, и весь этот грех убрал с нее, и Он там, смотрите, какие пункты там идут, Ему надлежало это сделать. А вы? Ему надлежало прийти через кого-то из проповедников к нам с вами. Надлежало этому человеку послужить Христом, нам с вами. Надлежало Христу прийти в этот год, допустим, в Санкт-Петербург, и разговаривать с Альвиной. И она поверила. Надлежало каждому из нас подойти через проповедующих или же на собрание, или же в личном служении. Надлежало, надлежало царю царей, Господу господствующих в своем царстве, которое невидимо было. Сам царь пришел, и ему надлежало через проповедника поговорить с нами. Великая встреча. Каждый из нас является очень важным. Ни в коем случае нельзя смотреть на себя без Христа. Это сатанинское желание. Без Христа. При увеличии, или кто-то начинает петь вам дифирамбы и говорить, а у тебя лучше получается, чем у того соперничества. Это не тот дух, это дух любви. Дух любви. Как здорово! Как здорово, мог бы сказать Саул. У меня такой военный министр, как Давид, который отсек голову этому Голиафу. Женщины поют и говорят, Саул уничтожил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул мог бы сказать, и вы это видите, какие вы молодцы. Потому что у нас такое прибавление в царстве, представляете, в теле Христовом. То же самое, то же самое. И мы с вами не сравниваем ни проповедников, ни какие-то действия. Мы видим Христа, и при том распятого. И мы тогда с вами являемся теми людьми, которые будут его нести. Второй пункт. Он пришел туда, к Самарянке, подарить источник жизни. Причем он так его оповестил, что я... Вот ты приходишь сюда каждый день в жару, потому что этот колодец, он является особенным в твоем понимании. Связан с патриархами. А вот я дам тебе источник. Источник воды, текущей в вечную жизнь. Дам тебе жизнь. Дам тебе воду, которая в тебе станет источником. Когда он разговаривал со своими братьями в седьмой главе Евангелия от Иоанна, и он там показывает, как он ждет по поводу всех его действий о решении от отца. И в середине праздника отец, вероятно, ему говорит, теперь иди. И он приходит в середине праздника, встает и говорит громогласно всем. То он цитирует 55 главу, по-моему, книги Исаия, первый стих, где говорится, придите ко мне, жаждущие, пейте. А в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 по 30, труждающие и обремененные, придите ко мне, я вас успокою. Он дает нам воду жизни для нас, а потом, третий, открывает в нас фонтан этой жизни. И уже этот источник, который мы приняли, и который пытается закрыть всеми способами наш враг, и, используя ветхую греховную природу, забудьте об этом. Но помните всегда, что Иисус живой. А ветхая греховная природа уже на кресте. Она уже побеждена им, несмотря на то, что о ней говорится и в посланиях Павла, и в посланиях Петра, и так далее. Но это кратковременно. Нам нужно иметь столько понятия о Христе и о Его величии, так что все остальное, чтобы нам хотелось давать Ему мысли, нам хотелось бы давать Ему нейроны нашего мозга, чтобы выстраивались концептуальные связи и светилось бы в нашей голове, в нашем материальном приборе мозга «Удивительные города, поселки Христа, где Он все творит». Апостол Павел в первом послании к Тимофею сказал замечательную фразу. Эта фраза, я ее перефразирую, он сказал следующим образом. «А я, который был первый из грешников и гнал церковь, Богу было, благоволение Божье было в том, чтобы во мне открыть этот фонтан благодати спасения». Посмотрите на апостола Павла. Да, он так же, как этот иерей в книге Захария. Он такой же, как Петр в книге Евангелия от Луки в 22 главе, когда Иисус говорит «Сатана приходил и просил вас сеять». Знаете, что такое сеять? Я изучил этот процесс, у пастора Мати хорошая мысль была по поводу того, что невозможно сатане победить этот процесс. Дело в том, что пшеница, когда она созрела, и она на колосе, затем нужно ее обработать ударами, затем из этого всякой шелухи и зерен нужно шелуху отнести, затем нужно ее развеять, затем проходит через одно сито, через другое сито. Камни остаются на верхнем, их выбрасывают. Зерно прошло вниз, его оставляют. Мы с вами являемся теми, в процессе просеивания которых участвует Иисус Христос. И все, смотрите на послание к евреям, 11 глава, «Все Христово остается, все человеческое было просто убрано». Итак, фонтан откровения, фонтан открылся, фонтан изобильной жизни через нас для других. Четвертое. Бог желает усилить. Мы с вами здесь собрались. Я признателен каждому из вас. Мы с вами не слова пастора Громова слушаем. Мы с вами рассматриваем очень интересную концепцию важности жизни Христовой в нас. И мы все в Духе Святом работаем над этим. Что ж тогда происходит в нас? В нас усиливается эта жажда поделиться с другим человеком. Иногда я наблюдаю за теми, кто был вместе с нами в прежние годы в церквах и были такими евангелистами. Потом потихонечку стали отходить. Господь все равно сделает свое дело. Но те, которые слушаем Слово, у нас появляется это усиление жажды не только послушать, но и передать другому. Не только подарить человеку, который, допустим, просит монетку на улице, но и рассказать об Иисусе Христе. Не только стать другом для другого человека и чтобы тот понял, что ты хороший товарищ, но чтобы у нас внутри горит огонь. Слово Божьего обязательно иметь эту жажду поделиться. Если вы посмотрите второе послание к Тимофею, то вы обнаружите, как Петр, вернее Павел говорит о пяти поколениях. Первое поколение – это Бог. Второе поколение – он приводит в себя. Третье поколение – это Тимофей. Четвертое поколение – передачи Слова – это те, которые желают слушать. И пятое – те, желающие слушать, которые передадут другим. Здорово. Правда? В каком поколении вы? В Христовом. Говорите сегодня. Вы знаете, если сегодня вас кто-то не слушает – ничего. У нас есть святая надоедливость. От нас избавиться невозможно. Потому что у нас это жажда, жажда поделиться Христом. И пятое – это проповедовать Евангелие. Мы не только делимся, а мы хотим, чтобы человеку стало понятно. Если с первого раза и с десятого не поймёт – это ничего. Будьте рядом, чтобы ещё раз сказать и ещё раз сказать. А потом этот человек становится тем, кто понимает – да в нём есть этот источник жизни. Да в нём это фонтаном уже бьёт. У него также жажда. И он начинает в это сложное время быть таким же пророком, как в четвёртой книге царств. Множество пророков было использовано в это время. Два последних пророка – Захария и Малахия – они были во время Ездры и Неемии. И это были пророки, которые замолкли, и потом 450 лет тишины, и приходит Иоанн Креститель. И провозглашает пришествие Мессии, приходит в этот мир Мессия, чтобы совершить и подарить нам удивительно себя и действие своё в нас Духом Святым. Аминь! Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за Твою удивительную любовь. Благодарим Тебя за Духа Святого. Мы благодарим Тебя за Евангелие Живое, потому что Ты, Господь Иисус, в нас. Благодарим Тебя, что мы можем насытиться этим и поговорить с людьми окружающими. Невзирая на ситуацию, потому что мы вообще от Тебя, от Твоего Царства. И у нас есть власть, об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Их принявшие Иисуса имеют власть быть в этом мире чадами Бога и говорить об Отце, Сыне и Святом Духе. Может быть, среди тех, кто слушает это слово, есть человек, который не знает Иисуса Христа, как своего Спасителя. Скажите простые слова. «Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь во имя Твое, Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь». Аминь. Благослови вас Бог. Слава Богу. Спасибо, пастор. Спасибо.